Ты же, вы же, солдат, вот сто раз у меня, Сон, друзей, корни, их от нас предстоят. Не все солдаты Великой Отечественной войны вернулись домой. Миллионы остались лежать в чужой земле, в то время как их родные получали с фронта похоронки. Но были и миллионы тех, кто долгие годы считались пропавшими без вести. 16 апреля 2014 года один из них, рядовой Федор Масеев, уроженец города Нижняя Салда, через 72 года после гибели обрел покой на родной земле. Торжественные мероприятия начались во Дворце культуры, а потом переместились к памятнику воинам Великой Отечественной войны. В тот день люди разных поколений собрались, чтобы не только проводить фронтовика в последний путь, но и отдать дань уважения всем, кто приближал Великую Победу. Уникальную возможность узнать, где и когда погиб рядовой 152-й мотострелковой дивизии Федор Масеев подарили его родным участники ежегодной вахты памяти, поисковики Смоленской области из отряда «Курсант». О работе поисковых отрядов, которые ежегодно поднимают из земли остатки советских бойцов и офицеров, повествует фильм «Роман Азимина. Поиск продолжается». В нем рассказ ведется как бы от имени пропавшего бойца, который многие десятилетия ждет, чтобы вернуться из небытия. Развед 26-й дивизии армии Ракутина погиб под Еленом в 41-м году. «Много нас здесь. Всех даже не смогли похоронить. Вот лежим ждем. Может найдут». Втроем мы были и в течение двух дней поработали, подняли 32 бойца. Спасибо. Судьба героя фильма – это и судьба Федора Масеева, и судьба многих других, кто пал, сражаясь за родину, и так и остался лежать в земле, далеко от родного дома. Поисковик Игорь Столяров осенним дождливым днем обнаруживал останки в болоте. Рядом с останками были обнаружены личные вещи солдата, среди которых были очки и опасная бритва, на которой была вытравлена надпись «Масеев Федор Васильевич». Других данных о бойце не было. И только через полгода утомительных поисков в архивах личность погибшего была установлена полностью. Целая делегация побывала на Смоленщине и привезла останки земляка, представителей руководства города, организаторы местного поискового движения и родственники Федора Масеева, жена его внука Нина Волкова, ее дочь Наталья и праправнук Андрей. Трудно передать словами чувства родных. Всю свою жизнь внук фронтовика Виктор Германович Волков знал о своем деде лишь то, что говорила о нем и его мама. Ей всего лишь было 9 лет, как он ушел на фронт. Она мало что, конечно, помнит о нем. Только одно говорила, что у меня папка погиб без вести на войне на фронте. Я сначала вообще не мог ничего. Только мысли, мысли, мысли. Но что я только его помнил, то я не знаю, что понял, что это на самом деле дед и стал все эти представлять, как это, что и почему. Это очень, конечно, радостно. Очень. Бесценный груз привезли со Смоленщины. Бесценный в историческом и общечеловеческом плане. Личные вещи погибшего торжественно передали музею школу номер 7, а часть боевого снаряжения – Нижнесалдинскому краеведческому музею. Но главное, со Смоленской земли привезли надежду на то, что ни один солдат Великой Отечественной не будет забыт. И то, что сегодня происходит, будет происходить дальше. Это исторический день. О нем вспомнят, может быть, даже через 100 и через 200 лет. За это время руками девчонок, мальчишек, юношек, девушек поднято более 16 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Из них домой вернулся только 14-й солдат – Моисеев Федор Васильевич. Настоящего фронтовика проводили со всеми почестями. Его праправнук, никогда не видевшись своего прапрадеда, всегда будет бережно хранить последнюю награду Федора Васильевича – медаль за бессмертие.